Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как приготовить такие замечательные бублики, которые называются смит. Конечно, я думаю, многие, кто был в Турции, пробовали эти бублики, но никто, наверное, и не догадывается, что дома можно приготовить ничуть не хуже. В общем, оставайтесь со мной и расскажу вам, как их приготовить. Поехали! Итак, нам понадобится молоко, примерно 300 мл. Можно использовать воду. Подсолнечное масло, примерно 50 мл. Мука, около 3 стаканов. Дрожжи, половина пакетика. Здесь у меня сразу соль, сахар. Соль 1 чайная ложка, сахара 2 столовые ложки. Я уже сразу все это смешала. А также нам понадобится кунжут. Далее мы будем его обжаривать. И пекмез. Если пекмеза нет, то смазывать булочки можно молоком и желтком. Итак, для начала смешаем молоко. Молоко должно быть обязательно теплое. Далее сюда же добавляем сразу же дрожжи, сахар и соль. Все это тщательно размешиваем, чтобы дрожжи, сахар и соль растворились. Затем постепенно начинаем добавлять муку. Сначала я замешиваю венчиком, а затем уже руками. Муку нужно обязательно просеять через сито. Теперь, когда мука почти мы всю добавили, добавляем сюда подсолнечное масло. И затем оставшуюся муку. Муки, возможно, потребуется больше или меньше, в зависимости какая у вас мука. Но не переборщить. Главное, чтобы они были не очень твердое тесто, чтобы у нас получилось мягкое и эластичное. Ну а теперь замешиваем руками. Хорошенько вымешиваем тесто. Далее я его замешиваю на столе. Вот такое оно у меня мягенькое получилось. К рукам оно практически не пристает. Очень мягкое, нежное. Теперь мы его убираем в глубокую посуду. Я возвращаю его назад, где я замешивала тесто. И накрываем кухонным полотенчиком. Можно пленочкой. И убираем в теплое место буквально на минут 40, чтобы оно у нас поднялось. Но пока тесто поднимается, мы поджарим наш кунжут. Кунжут у меня сырой. Обычно так он продается. Сейчас мы его вот так вот поджариваем до золотистого цвета. Теперь мы смешаем пекмез с водой. Замешиваем 3 столовые ложки примерно. Нам нужно пекмеза. И воду. Один стакан воды где-то. Полностью размешиваем. Как я уже сказала ранее, если у вас нет пекмеза, можно просто желток и молоко использовать. Итак, тесто у нас уже подошло. Я его выкладываю на стол. И формирую вот такие вот шарики размером с мандарин примерно. Теперь каждый шарик мы разделяем на 2 части. Вот так вот у нас получается 2 части. Теперь каждую часть мы раскатываем в тонкую-тонкую колбаску. Каждую часть. Вот такой длины примерно она у нас должна получиться. Можно сделать подлиннее, чтобы бублики были потоньше. Но я люблю более такие воздушные. Поэтому я делаю не совсем тонкие. Теперь 2 эти части, 2 колбаски наши мы перекручиваем между собой. Вот таким вот образом. Закручиваем и соединяем их в круг. Вот так вот я чуть-чуть вытягиваю их и соединяем в круг. То же самое мы проделываем со всеми шариками нашими. Можно чуть-чуть растянуть, чтобы они пыли потоньше. Вот. И то же самое делаем со всеми колбасками. Колбасками, шариками. Сейчас я на примере покажу еще. И еще раз вот так вот перекручиваем. И соединяем. Вот такие бублики получаются. Теперь каждый бублик мы замачиваем в нашей смеси из пекмеза. И затем окунаем в кунжут. Полностью со всех сторон. Переворачиваем аккуратненько, чтобы полностью бублик был в кунжуте. Вот таким вот образом. Затем выкладываем все это на пергаментную бумагу, уже на противень. Из этого количества теста у меня получилось около 8 бубликов. Вот таким вот образом. Бублики я все уже выложила на противень. Теперь отправляем их в духовой шкаф на минут 20-30 при температуре 180 градусов. Ну вот такие бублики у меня получились. Уже зарумянились. Красивые, вкусные, воздушные и очень вкусные. Я и мои дети очень любим такие бублики скушать с сыром. Обычно я их разрезаю на две части. Видите, какие они ломаются, какие они воздушные и очень вкусные. Смазываем их сыром и закрываем верхней частью. Получается очень вкусно. Также можно кушать их со свежими овощами на завтрак. Всем приятного аппетита. Спасибо, что посмотрели мое видео. Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok